Пока, Симика! Проявив творческий подход, перед тем как мы непосредственно перейдем к списку, где я расскажу не только о причинах изменения позиции, но и про наиболее используемые мувы, я хочу порекомендовать вам канал, который вы сейчас смотрите. Если увлекаетесь мартухой, то что-нибудь обязательно для себя здесь найдете. Будь то переозвучка, гайды, которые помогут вам освоиться в игре, новости касательно нового фильма, который выйдет в 21 году, или рубрика персонажей для дебилов. Короче, заценивайте, подписывайтесь и на этот видос тоже свой лайк поставьте, это типа важно. Ну а теперь погнали! Тир С, бойцы которым все равно против кого играть, патч их сделал только сильнее. Джеки Брикс, казалось бы, занерфили, а все равно обнова Алтимейт позволила перестроить ее сборку, чтобы и дальше всех кошмарить прессингом. Теперь можно взять клинч и бионический прыжок со шрапнелью, что даст и отличный урон, и сохранит прежнюю мобильность обновленной шоколадки. Дорогущий гейзер Цетрион можно выкинуть из второй вариации, чтобы заменить его на землетрясение и ветерок. Набор приемов у этого персонажа очень ограниченный, так что именно это сочетание получилось наиболее эффективным. Джокер все такой же сильный из-за быстрых атак с хорошей досягаемостью. Как только не играется, кто-то берет ему перчатки для комбо, другие оставляют трость для миксапов, Третьи играют на пружине, однако тут решает фреймдата самих ударов, нежели спецприемы. При всей своей имбовости он еще и достаточно простой. Люкану все разумеется берут нижний фаербол, добавляя к нему уже то, что придется по вкусу. Командник, баф на урон или все сразу. Чемпион Шаолине все еще не испытывает особых проблем в каких-либо матчапах, переезжая всех словно каток своей универсальностью. Фуджин неожиданно залез в самый топ, а все потому, что игроки окончательно раскрыли его потенциал. Заметив, что он не сдает позиции ни перед кем, играя в свою игру через Скайуака, Искривленную Иглу и какой-нибудь другой спешл, например, Толчок Ветра для контроля дистанции. Тир С минус. Сильные персонажи, но с меньшим количеством выигрышных матчапов, которых также не обидел обнова. Кесечка все такая же эффективная, как и раньше, стрельба по коленям и передислокация наиболее встречаемое сочетание приемов. Таким образом, можно перемещаться по арене и выходить на комбо через Проджектайл, что крайне удобно. Урон у нее разве что не такой высокий, как у ранее перечисленных бойцов. Герас за долгое время стал чуть хуже, но и его симулякеры с песка вкупе с сыпучим песком могут создать серьезные проблемы. Если добавить к этому еще и зыбучий песок, то можно вообще зазонить противника в хлам, но самое приятное, что никуда не девается командник, который отлично тащит в угол. Ну, Псайбот, крайне простой и мощный универсал, который либо задалбал вас слайдом, либо комбил через телепорт. К счастью, теперь можно делать и то, и другое, и игроки делают. Разве что быстрого меда все еще нет, с которого можно было бы безопасно конфермить, но даже с этим изъяном эффективность его новой сборки впечатляет. Шива, какого хрена она тут забыла спросить и вы? Ну так ей же не забанили стойку дракона, а это та еще имба. Теперь вас могут не только затоптать, но и зазонить к чертовой матери. Да, короткорукость ей мешает, и при наличии у врага телепорта стойка вряд ли будет проблемой. Но если ваш персонаж не приспособлен как-то контрить ее снаряды, это уже Габелла. Шан Цунг в основном играется через приемы ниндзя, но брать все сразу не хочется, потому что трупы пропадут. В итоге выбор чаще всего падает на Эрмака или Смоука, чтобы кентрить зонеров. Как и всегда, колдун тащит на любой дистанции. Кану? А что он здесь делает? Ну, ситуация такая. В алтимейт поправили хертбоксы сидячих персонажей, и теперь под его медовой серией не пригнуться. Вот и получается, что приходится респектить этого говнюка с его плюс два на блоке. Просто заменяем в навороченном парировании на химический ожог, и получаем крайне опасного ублюдка. Кунг Лао имеет довольно много неплохих спецприемов, так что его как только не собирают. Играется он, в общем-то, так же, отменяя свои внестри в так называемые крутилки. И все же некоторые шляпники экспериментируют с циркулярной пилой, которая хорошо шинкует незнающего противника. Кот Эль Кан, как никто другой, рад обнове, ведь в его вариациях всегда было что-то лишнее, а теперь это можно смело отбросить. Оставив такие сильные опции, как тотем на урон, котика, апперкот Кана, великий диск, но в обязательном порядке доминирующий захват. Несомненно, лучший командник во всей игре. Мэнеры Скорпиона пришли к выводу, что без отмены телепорта никуда. Его они сочетают с любым другим приемом, будь то огненное дыхание или удар катаной в прыжке. Не сказать, что Желтый Ниндзя получил в патче что-то крутое. Он уже в автомав стал достаточно хорош из-за второго КБ набросок и ускоренного оверхеда. Коллектор, пусть и не имел каких-либо кастомных мувов, сейчас стал чувствовать себя увереннее. Например, к его реликвии, которая лаунчит даже без пробивания брони, можно добавить командный захват, ну или взять телепорт. Сабзира, наконец, может избавиться от плеча, чтобы оставить сверхбыстрый слайд. Открытый слот можно потратить на топорик, ползучий лед или вздымающий для комбо. Ну а остальные два, конечно же, идут на усиленную заморозку, которая позволит комбить через оверхед, да и вообще та еще имба. Джонни Кейдж, пусть все еще не имеет быстрого меда и оверхеда, все такой же шустрый говнюк. Его арсенал из быстрых продвигающих атак хорошо дополнит любые спецприемы. Но игроки чаще отдают предпочтение восходящей звезде и шару силы. Тир А, наиболее сбалансированные персонажи, не отличающиеся особой имбовостью. Спаун, пожалуй, наносит самый высокий урон в игре, но сделать это он может только с помощью рывка хеллспауна, который занимает два слота. Тем не менее, от этой опции игроки не отказываются, дополняя ее чем-то другим, например, командником. Однако быстрого среднего удара у него все еще нет. Эрон Блэк в этой обнове играется по-разному. Кто-то предпочитает командный захват, другие берут кислотный поток, но мало кто отказывается от антизонерской стойки. Про миротворца вниз тоже не забываем, он позволяет миксить безопасно. В целом это все тот же ковбой, просто с перетасованными спешлами. Ночной Волк не может козырять чем-то принципиально новым. Все кастомные мувы оказались крайне сомнительными. Это все тот же боец без особой грязи, затыкивающий вас в низ 3 и постоянно бросающий. Наиболее удачной сборкой считают молниеносную стрелу и лаунчер. Куда же без него? Кабал – это персонаж, который не так сильно зависит от спецприемов. Он самодостаточный, но его можно сделать более мобильным, если взять колен. Это к тому же увеличит его урон, ведь атаки в прыжке у него одни из лучших. Пусть он все еще не может наказать при пушбеке, менее безопасным его это не делает. Терминатор – все та же миксап-машина. Приемы берутся самые разные, но в билдах, как правило, фигурирует бегущий человек, компенсирующий главный его изъян, херовую мобильность. Однако другой недостаток перекрыть сложно. Нет хороших продвигающих ударов и, как следствие, игры на нейтрале. Рейден особо лучше не стал, в его кастомных спецприемах ничего крайне полезного не нашлось. Все, как и прежде, упирается в игру через телепорт и буревестник. Конечно, можно попробовать что-то другое, но зачем, если все лучшие способности уже собраны в его турнирной вариации? Мелина, казалось бы, имеет все, что необходимо. И телепорт, и низкий проджектайл, и даже командник, но сами удары из серии ничем особо не выделяются. Многие другие бойцы перебивают ее на нейтрале из-за короткорукости, но, тем не менее, ее выручают неплохие миксапы и зонинг. Sony Blade – это уникальное сочетание мощного зонинга и прессинга с миксапами. В качестве приемов все берется из первых двух вариаций. Да, приходится лезть высокими атаками, и все же это 33% без метра, которые дают о себе знать. У Синделл ситуация другая, она в патче немного поднялась, потому что теперь можно поставить снаряд и при этом добавить что-нибудь для комбо. Порез волосами, рвок банши или сальто с хвостом. Проблема, как и у других персонажей, все та же – отсутствие быстрой средней атаки, хотя на расстоянии крутить колесо одно удовольствие. Тир А с минусом – честные персонажи, которым повезло чуть меньше в Ultimate. Барака, как и прежде, выделяется среди других своим уроном в комбо, однако ради распотрошения дается два слота. Далее уже можно добавить что угодно, его опции полезны, но они не делают из него имбу. Он все так же страдает от зонеров и постоянно вынужден сближаться. Примерно так же обстоят дела у Джакса, приходится подходить, ибо на расстоянии он не боец. Старший по званию отлично сочетается с четверным захватом. Для комбо можно также взять дровосека. Хорошие стагеры и урон с нагретыми ручками, но потеть приходится больше остальных. Фрост особо нечего предложить в этой обнове. Основной опцией, как правило, берут микровсплеск, который, между прочим, позволяет наносить неотвратимый урон. Все еще страдает от чистых блоков, и кажется, со временем это не изменится. Приходится играть в Футсис через сосульки, по-другому никак. От робокопа никто ничего особо и не ждал. Да, можно взять огнемет и гарантированно цеплять командником, но едва ли это делает его эффективным бойцом. Урон в комбо все еще невысокий, и в основном окоп надеется расстрелять своим медовым пистолетом. И все же большая часть ростера уже обзавелась разными инструментами против этого. Рэмбо все-таки оказался зонером. Лично я считаю, что его потенциал еще не до конца раскрыт, но игроки высоко его не ценят. Вроде и зонинг, и урон в комбо через силки есть, и можно через командник поиграть, но, видимо, этого недостаточно в большинстве матчапов. Китана получила нерв на свой самый лучший спешл, и до низкие лезвия, которые и делали вариацию высокорожденной, а такой сильной. Теперь же чаще всего заметна стойка полукровки в сочетании с низким веером. Снаряд сам по себе неплох, но миксап из него такой себе. Рейн, ожидаемо, игрокам не очень понравился. Всему виной отсутствие продвигающих атак. Некоторые серии небезопасны, а высокий урон в комбо нанести порой проблематично. Тащить на нем можно только через грамотную игру бросками и не менее аккуратные перемещения вейвдэшами. Наиболее используемые приемы – это гидроподъемы ладонь гейзера. Джейд в обновлении играется через танец Дейли, и этот спецприем с усилением открывает для нее безопасные миксапы. Берется также разоранг в воздухе и Денисская искра для зонинга. Конечно, она ценится за свою ауру, но здесь, как и у Фрост, предостаточно дырок для чистых блоков и нехватка урона в комбо. Тир Б – бойцы, которые и раньше-то не были сильными, но и в обнове не получили нихрена. Девора вынуждена играть через телепорт, который занимает два слота, и брать вместе с ним, к примеру, веерокрылую – сетап через ос. Но едва ли это как-то помогает ей тягаться с ростером, который почти весь был прокачан в патче. Да даже сетапить стало сложнее из-за того, что противники теперь быстрее встают. Скарлетт все так же не имеет релаунч мува, который позволил бы ей стабильно наносить приличный урон в комбо. Она все так же вынуждена ковырять оппонента то бросками, то спецприемами, и, конечно же, рискует огрести за чистые блоки. Чаще всего играется через телепорт и поток крови. Шаокан – мой любимый персонаж, и он все так же убивается через свою медовую серию в чистый блок. Все так же наказывается за большинство своих мувов, и просто не может похвастаться чем-то, кроме высокого урона. Его медлительность и хреновый проджектайл не позволяют справляться с зонингом, а самый долгий джеб все еще не попадает по сидячим в блоке противника. Ну что ж, получается примерно такая картина. Тирлист, как и всегда, был основан на мнении про игроков. От себя добавлю, что не стоит выбирать себе мейна, опираясь на этот список. Абсолютно на всех персонажах в текущей мите можно тащить, прямые руки все еще решают больше, чем матчап. Но Тирлист имеет свой вес, поскольку баланс в игре, как и сама игра, построен людьми, и он все еще не идеален. У каких-то бойцов халявы больше, и напрягаться приходится меньше, а на ком-то нужно изрядно попотеть, чтобы вырвать победу. Обязательно высказывайте свое мнение в комментариях, насколько вы согласны с таким списком, и что бы вы в нем поменяли, возможно, ваш игровой опыт говорит вам о другом. Выбирайте себе персонажа по душе, и играйте в Mortal Kombat красиво. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!